Заказ пришел из Мюнхена, где у меня брат обретается, который сейчас занимается тем, в конечном итоге редантирует книгу, там будут сборники моих текстов и песен, а она выйдет к концу года, надеюсь, там. А он делает все как положено, на Диком Западе, да, у него. А это он перезаказал, ему очень нравится. Ну, вы знаете, про Валера я рассказывал, Коновал, а кто-то такой есть, мы с ним коллеги, и оба, и теперь, как бы, ни холодной войны, ни Советского Союза, так что мы с ним и раньше, что врагами не были, а тем более теперь. Ленина Дюранда, значит, она появилась, мы, это премьер-министр Великобритании в те времена, когда в Индокитай англичане вели войны, пытаясь объединить все в Индокитай, все туда согнать, потому что не станут туда, все, вот это в одну коробку, и все себе подчинить. И премьер-министр взял образовый карандаш, изрисовал прям прямыми линиями. Мы наблюдаем Сирию, она же такого никогда не существовала, никогда государство, вот эти прямые линии, это и есть линия Дюранда. Вот линия Дюранда отделяет, отграничила Афганистан от Пакистана, Индии, это, собственно, есть граница, которую никогда в Афганистане власть-место не признавали никогда, там без конца стычки. И пуштуны, а Фредди и Шинваре, которые кочующие плевать хотели, они готовы воевать со всем Пакистаном, что так и было в 1984-м, по-моему. Их не хотели пропускать через границу, а им плевать, они столетиями бродили зад-вперед, кочующие пуштуны. И именно о том, что подписали в тысячи, была третья попытка окончать, ну, две битвы, одна прямая в Анде, где английский экспедиционный корпус, вот эти полу-полудикие с кривыми саблями и с криками «Лах Акбар» разгромили напрочь. Осталось там человек 30 всего, они пушки потеряли все эти. Нельзя покорить народ никакой нигде, никогда, а уж афганцев тем более. Вот, и тогда хотели третья, забрали армию, но в это время Советский Союз подписал на мирный договор со Мнолу Шахом, который предусматривал в случае ввести туда наши войска, мы их потом вводили, до нас было дважды вводили, еще до того, как мы туда. И англичане не полезли, потому что помимо договора туда еще две дивизии пришли. Одна чекистов переодетая в форму красноармейцев там несколько лет. И англичане стали воевать, я так и остался, это линия, через которую свободно, кто хочет туда и ходит, из Пакистана, там, Афганистан. Ну, а это мы вот за линией Дюранда. За линией Дюранда не утихает гром, там ни свинца, ни жизни, ни жалея. Гремит война афганская в горах, и в громе том, заря встает кроваво пламенея. За линией Дюранда кончается судьба, и снова начинается с Кабула. Там соль на наших спинах, и пепел на губах, и солнце, обжигающие скулы. А ты не торопись, у дела плакать мой, читая между строчками в газете. А ты меня ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда и другие враги смешались в беспощадной этой драке. Ревут бронемашины, крохочут сапоги, и сердце бьется ритмами атаки. За линией Дюранда мы старше нас сто лет, здесь волосы седые, не в новинку. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. Мы сами разберем, кто трус, а кто герой, кто прав и кто неправ, и кто в ответе. Ищи меня, ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда все проще и мудрей, здесь за чины не выторгуешь славу. И братство по оружию, религии своей, мы выбираем здесь не по уставу. За линией Дюранда для смерти нет преград, но ты меня, но ты не верь, но ты меня послушай. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гендукушем. И ты не торопись у дела плакать мой, читая между строчками в газете. А ты меня, ищи по почте полевой, и знай, что я живу еще на свете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!